Идея деления Шотландии на виски регионы проистекает с 1930 года и закреплена официально. А The Scotch Whiskey Regulations с 2009 года официально закрепляет границы трех из них Лоуленда, Спейсайда и Хайленда, а также двух областей Айлы и Кэмпбеллтауна. Однако на протяжении всего периода становления разные виски авторы и путешественники предлагали делить эти регионы по разным признакам. Например, географическим, налоговым, производственным, терруарным или каким-либо еще особенностям рельефа. Итак, мы видим пять регионов. Самый главный, самый большой из них это Хайленд, который включает в себя также большое количество островов. Это внешние гибриды и внутренние гибриды. При этом эти острова некоторые виски специалисты отдельно выделяют в отдельный регион. Называют от регион Айлендс острова. Некоторые нет. Виски Ассоциации, естественно, относят острова к региону Хайлендс. Но я предлагаю творить историю вместе. И не то, что выделить отдельные регионы острова. А каждый остров сделать отдельным регионом. И на самом деле давно уже объявил о новой рубрике «Виски регионы острова». В этом выпуске я расскажу о регионе Isle of Aron и винокурни The Luck Distillery. Ну что, поехали! Ну на самом деле это еще и следующий выпуск из рубрики «Новые винокурни Шотландии», который относится также и Лак. Но я эту рубрику отдельно не выделил. Будем считать, что это такая вот подрубрика в рубрике. Тут же начинается что-то любопытное. Мы узнаем что-то новое для себя. На самом деле остров Арон разделен на два региона. И половина, северная часть, относится к региону Хайлендс. А южная относится к Лоуленду. Это причем безотносительно шотландской ассоциации «Виски». Проходит тектонический разлом, который делит остров на два этих регионок. Этот же разлом проходит и по материковой Шотландии. И севернее от него это Хайлендс. А южнее Лоуленд. Винокорния Лак Дистиллери находятся в южной части острова. Поэтому относятся к региону Лоулендс, по идее. Но однако весь остров Арон относится к региону Хайлендс. И что интересно, вот этот остров Арон, он, как я говорил в выпуске об Арон, который я снимал на заре своего блогерства. Этот остров называется Шотландией в миниатюре. Потому что здесь представлены все климатические зоны Шотландии. И в том числе рельефные. То есть здесь есть горы, есть равнины, есть низины, есть леса и так далее. Вот поэтому здесь, в общем-то, действительно сплетены и все регионы. Давайте все-таки вернемся к Виске. На протяжении нескольких сотен лет на острове Арон была большая община. И в свое время, до того, как легализовалось винокурение в Шотландии, здесь на острове Арон было около 50 нелегальных винокурен. Однако на этом же месте с 1825 года по 1837 действительно существовала винокурня легальная. И она называлась Лак. И это была единственная легальная винокурня на острове. Не знаю там, что было с ней дальше, но после 1837 года о винокурении на острове можно было забыть. И лишь в 1995 году компания Арон Дистиллерс ЛТД открывает первую винокурню на острове официальную. Не знаю, за пару сотен лет, которую назвали Арон. На данный момент это не Арон, это винокурня Лохранза Дистиллерии. Потому что винокурней Арон можно было называть это производство до тех пор, пока не появилась вторая винокурня. По закону Шотландской ассоциации, если на острове одна единственная винокурня, то ее можно назвать названием острова. Если же их больше, то уже нельзя. Поэтому на данный момент бывшая винокурня Арон переименована в Лохранзу. Их виски остался называться Арон, винокурня называется Лохранза. И появилась вторая винокурня Лак. Что интересно, виски тогда, которая производилась на Ароне, поступала на материковую Шотландию. Жители зарабатывали и жили продажей виски и отправляли на большую землю. И там этот виски назывался Воды Арона. Как, например, по аналогии с Воды Мелагидзе или Воды Абхазии или Железные Воды. Остров Арон находится под теплым боком полуострова Кентайра. На него фактически дышит великая история. Большая эпоха развития виски, которая пришлась на викторианскую эпоху, творилась именно на полуострове Кентайр. Это на сегодняшний день регион Кэмпбеллтаун. Но, в принципе, влияние Кэмпбеллтауна отразилось и на Арон Дистиллер Салтедип, потому что один из учредителей, это выходец из семьи Митчеллов. Его зовут Юин Митчелл. И в том числе какое-то время выдержка виски, которая производилась в винокурнии Арон, происходила на Спринтбэнк Дистиллере. Давайте буду рассказывать о релизах и потихонечку наливать. Здесь у нас бурбоновая версия. Это лак Килмари Эдишн, 46% крепости, натуральный цвет. Красивый, светлый, отсутствие холодной фильтрации. Без указания возраста релиз. При этом оба релиза, те, что стоят у меня на столе, это пока представители регулярной линейки. Может быть, что-то поменяется. Второй релиз, это 55% крепости. Релиз называется Лак Кори Крави Эдишн. Оба названия Килмари и Кори Крави, это название топонимы, это название деревенек. Одна находится восточнее, другая западнее от лага, от винокурни. 55% псевдобычковой крепости. Естественно, отсутствие холодной фильтрации. Посмотрите, какой цвет. Более насыщенный, более рыжий. Давайте вот так вот сделаем. Даже вот так вот. Тут я крышечка накрыл, потому что крепость поменьше. Вот такие вот два разных релиза. с двумя разными совершенно световыми решениями. Немного о винокурни, наконец-таки. Винокурни началась строительство в 2017 году. Началось строительство, естественно, образования, которое называлось Aron Distillers Ltd. ООО, владельцами которой на сегодняшний день являются несколько акционеров. Их там около десятка. Я расскажу буквально трех из них. Это знаменитые люди. Это Гарольд Карри, выходец из Шивас Бразерс. На сегодняшний день также и двое сыновей входят в состав учредителей. Джеймс МакТаггард, это знаменитый мастер-дистиллер, который на сегодняшний день является оном в компании на винокурни Лохранзе, которая была раньше Aron. И Юэн Митчелл, выходец из Спрингбэнк, собственно говоря, потомок, представитель семьи Митчеллов. Джеймс МакТаггард, это знаменитый мастер-дистиллер, который знаменит настолько, что когда он там что-то рассказывает на экскурсиях, все просто заглядывают к нему в рот и слушают очень внимательно. На сегодняшний день управляющим на винокурни Лохранзе является племянник этого самого Джеймса МакТаггарта, уроженец острова Айла, его зовут Грэм Оманд, который до этого работал, кстати говоря, помощником Джеймса на винокурни Лохранзе. И Грэм, собственно говоря, управлял в том числе и занимался строительством винокурни Лохранзе. Если Лохранза Аран разместилась на северной стороне острова Аран, то лаг разместился на южной. Очертания винокурни, а также сама винокурни спроектирована знаменитым архитектурным бюро, во главе которого стоит Деном Бенном. Спроектирована она таким образом, чтобы вот этот вот общий вид винокурни напоминал пейзаж, который открывается с достаточно удаленного от лага острова, который называется Айлса Крейг. Там находится маяк, это такой очень живописный остров в виде конусовидного холма. И вот с этого острова виден красивый пейзаж острова Аран. Вот такие вот угловатые горы, и они же вот и напоминают по мотивам этой картины, этого сюжета. Деном, собственно говоря, создает интересные угловатые треугольные крыши новой винокурни Лак. При этом крышу покрывают слоем, состоящим из 14 видов отчитка. Отчиток это такое растение-суккулент, который имеет разный цвет, то зеленый там и меняет зеленый летом и весной, меняет свой цвет на охрянный зимой и осенью. При этом там делалось несколько слоев этой крыши, там дренаж рассчитывался так, чтобы этот отчиток не засыхал, то есть еще дополнительно его полив обеспечивался. В общем, там огромная целая история. Очевидно, наверное, авторы этой идеи были вдохновлены Винокурни Макалон, на которой мы тоже знаем тоже целое поле, целый тонн на земле было выложено. Такие холмы красивые, живописные, на которых тоже растет какая-то растительность, и они вот красиво так были вписаны в пейзаж. В 2007, по-моему, или 2009 году Винокурня переоткрывалась, да, вот было новое открытие, и, видимо, заразились идеи здесь же архитектора. Как гласит легенда, Арон Дистиллер Селти Ди открывают в Винокурню Лак, производящую торфяной виски, потому что Арон, нынешняя Лохранза, производила исключительно не торфяной виски, ну, за небольшим исключением, это Махримур виски без указания возраста, но, на мой взгляд, это не очень удачный релиз с точки зрения торфяного виски, хотя, в принципе, есть люди, которые готовы со мной спорить с пеной в рта, что Махримур великолепен и прекрасен. Но вот построил Лак для того, чтобы производить некий исключительно торфяной виски, при этом я изначально подумал, что Лак это всё-таки попытка создать, воссоздать Айлу на другом острове, на относительно недалёком. Даже название такое, Лак-Лаговулин, не зная ещё о происхождении названия и, в принципе, идеи и концепции, я думал, что, ну, наверное, это вот ребята будут сейчас сделать Айлу, и мы сейчас вот все начнём получать релизы, которые будут похожи на Лаговулин, например. А нет. Производство. Основа это некий трезубец, который проповедовался, да, ещё Грантом, и передался в форме бутылки Гленфидика, то есть три китана, которых держится виски. Вода это вода из скважины на винокурне Лак, солод это солод марки Концерто или Концерто торфянистостью 50 ppm и дрожжи Керри М. Солод, в том числе, и копчение происходит на материковой Шотландии, при этом торф берётся из местности под названием Томинтол, там же, видимо, находятся и винокурни Томинтол, поэтому это не торф Айлы, это не, мы уже понимаем, что это не медицинский стиль виски, не аптека, не бинты, не мазь Вишневского, не криазот, это скорее больше всё-таки стиль материкового дыма. Любопытная деталь, винокурни Лак планирует и уже наверняка проводят эксперименты с разными видами торфа. Возможно, будет использован торф с Айлы, возможно, будет использован торф с какого-то другого уголка мира, при этом также будут исследоваться, то есть, производиться релизы в разных типах бочек, то есть, исследование торфа, влияние его на выдержку, на той или иной древесине, на том или ином типе бочек. При этом, компания не занимается соложением, у винокурни нет собственного килна, здесь есть небольшое поле с солодом, наверное, будет какая-нибудь теруарная история, типа как в Килхомене или Брукладе, но большая часть солода, это солод неизвестного происхождения, так скажем, который также коптится на материке, вот с солодильнями, да, при этом это Крисп Молтингс, по-моему, этим занимается. На этом эксперименты на винокурни Лак не заканчиваются, здесь также будут производиться эксперименты с разными типами дрожжей, а также разным типом солода, и, играя вот на этих разных аспектах, будет, собственно говоря, отстраиваться производственный процесс, но очевидно, что здесь идея, опять же, заимствована у Брукладе, да, или у Ватерфорд на сегодняшний день, тоже занимается разными экспериментами. Планируемая, точнее, максимально возможная мощность производства чистого спирта, это 750 тысяч литров в год. Крайне любопытная деталь, в районе винокурин растет около 150 яблонь, и винокурня планировала производить сидр, и впоследствии яблочный бренди, то есть, не идти по пути большинства винокурины, производить джин, пока они ничего не производят, да, чтобы хоть как-то получать какие-то деньги, да, в процессе выдержки, пока ждут первые спирты с виски, основатели пошли по собственному пути, они решили пойти по пути сидора производства, вот. И при этом этого сидора мы долго не видели, и, наконец, вот как раз вот сейчас, в мае 2024 года, на сайте есть замечательный блок лента с новостями, много там всего интересного, почитайте. Вот в мае буквально вот недавно вышла новость, что компания произвела свой собственный сидор, но при этом, знаете, она, это не, естественно, не отлаженный процесс на винокурне, производство сидора, производство виски идут совершенно не параллельно, здесь нужно совершенно другое оборудование, там уже яблочный сок и так далее, поэтому здесь не совсем такое вот всё своё-своё, здесь только яблоки. Яблоки в ящиках отправляются на компанию, которая занимается производством сидора, при этом, по-моему, на материк, я вот точно не скажу, и они, собственно говоря, делают из этих яблок сидор для лага, и вот у них там распылся сидор, и при этом управляющий Грэм Омонд, да, заявляет, что вот в этом последнем посте сказал, что мы всё равно будем делать бренди, вот сейчас вот сидор у нас появился, но бренди мы всё равно сделаем. Ну что ж, интересно попробовать шотландский бренди, произведённый на острове Арон. Время ферментации на винокурне от 55 до 60 часов, при этом оно увеличивается до 70 там часов, когда отстаивается в специальных баках. Ферментация производится в четырёх огромных чанах на 20 тысяч литров, сделанных из пихты Дугласа, ригонская сосна ещё её называют, и здесь у нас сусло получается довольно мутное, если на Ароне, там или Линдер Сейбе, о котором я говорил, делается максимально прозрачное сусло, для того, чтобы ферментация происходила максимально полно, дрожжи вработали максимально эффективно, не производили никакой левоты, то здесь сусло мутное, и достаточно затруднена ферментация, набраживается не всегда то, что хочется, но это опять же часть эксперимента. Еж стил здесь на 10 тысяч литров в виде классической луковички, спирит стил на 7 тысяч литров в виде фонаря, здесь два куба, всего два куба, и традиционная двойная перегонка. New Make получается крепостью 68,5%, это ниже, чем по больнице, ниже, чем по отрасли крепость. В основном New Make в среднем, в Шотландии имеет крепость 70-72%, крепость New Make ниже, потому что, видимо, отсечка фракций, которая, к сожалению, нам неведома, потому что компания не поделилась, хотя там в блоге хотели, собирались рассказать, но, видимо, забыли, не успели. Видимо, отсечка сердца происходит по крепости чуть ниже, то есть прихватываются дополнительно хвосты, как на Артбиге, например, да? Ну, а крепость закладки в бочке здесь традиционная, как и везде, 63% спиртовых по объему. Так, ну что, теперь самая интересная дегустация. Долго я рассказывал. Отложим вот это вот всё дело. Коробочка интересная. Бутылочка тоже очень интересная. Здесь у нас очертание винокурни или очертание гор на бутылке. Стекло такое зеленоватое, похожее на стекло Талискер Парли. Делал тут обзорчик тоже небольшой. Видимо, это стекло такое переработанное. Есть какая-то экологическая составляющая. Этикетки простейшие, из-за такого крафтовой бумаги. Надпись «Лак» в виде, как будто бы написано, таким огромным куском угля и имеет такой вот угольный цвет. Логотип винокурни. Те самые горы, которые вдохновили архитекторов на форму самой винокурни. На коробке сзади максимально полезно написано о том, что винокурни находятся очень низко по отношению к уровню моря и технические детали, о которых я уже рассказывал. Ну и небольшие тестинг-ноутс, заметки. Хидзер Смок, это дым вереска и обугленный цитрус. Интересно, что это такое. Ну давайте попробуем на аромат. Такой вот, знаете, вересково-аммиачный профиль фенола на очень сладко-ванильно-фруктовом фоне. При этом ванильно-фруктовый фруктовый тон, да, фон вот этот, он действительно неярок. В блоге компании говорили как раз таки о том, что именно из-за того, что сусло мутное, то фруктовый стиль виски здесь будет не столь ярк. Здесь будет больше фенольный, да, больше проявления копчености. Более-менее есть что-то приятное, какой-то уголь, может быть действительно угольная пыль, небольшое влияние чего-то маринованного, маринады какие-то, может быть, огурчики. Вкус. Если вересково-аммиачный профиль в аромате более-менее как-то еще дружил с фруктами, то во вкусе уже есть вот эта вот неприятная совершенно подача этого аммиака и горелого жженого вереска, которая так слегка размывается как губкой, когда мы моем очень грязную доску в школе, моем, но это бесполезно, мы просто размываем все, весь мел по доске, так же и здесь. Не удается фруктам каким-то образом стереть неприятные ощущения от этой аммиачности и от этого вереского, неприятного, горького, такого привкуса, который вы наверняка где-нибудь доловили в каких-нибудь таких вот вискарях такого типа. Однако, вторым номером фрукты все-таки работают, есть танины, чувствуется бочка, чувствуется ваниль традиционная, бурбоновая, фрукты, прополис и дерево, сухость и вяжущесть есть послевкусие, послевкусие в принципе неплохое, аммиачности здесь уже нет, здесь есть вересковая горечь, пожалуй, поэтому за финиш тоже небольшой минус не 20 баллов, а ниже, чуть ниже четверки школьной можно дать за финиш, за аромат четверку можно дать школьную с небольшим хвостиком, с микро-микро плюсиком, вот, поэтому оценка здесь совершенно небольшая, я ему дал 74 балла, это нет, сэр, нет, мэм, это очень, это не так хорошо, как могло бы быть, так скажем, то здесь я всегда понижаю оценку за аммиачность, я думаю, я имею на это право, если аромат был неплох, то в вкусе эта аммиачность чувствовалась, аромат 21 балл, вкус, как пошла только горечь и аммиачность, это тут же 18 баллов, ну, в общем, с горем пополам 74 балла получилось, поэтому нет, хорошо пробивается горечь, много дыма и аммиака, это не тот виски, который хочется пить с удовольствием, это тот виски, который можно пить или приходится пить с некоторыми мучениями, так скажем, но это уже не то, в вкусе остается солодочность еще вот такая вот, да, здесь нужно промыть, помыть рот с мылом и перейти к хереснику, давайте поменяем их местами, итак, лак кори крави, это видимо вот эта вот бурбоновая выдержка, которая в дальнейшем финишировалась в хересных бочках, аромат, аромат поприятнее, но также чувствуется солодка, аммиачность, загон, как хересные ноты, как видите, в бутылке в виске осталось немного, поэтому в свежем виде это было совсем неприлично, а вот подыша в бутылке уже неплохо, хересные ноты более выражены, здесь более густая такая вот консистенция, здесь чувствуется дымность и сухофрукты в очень таком приятном уже виде, и мне это нравится, здесь вот уже чувствуется такая, ну что это может быть, что-то вроде ну какого-то виски, хересного виски, смайлэнда, типа Бен Риеха, наверное, что-то, да, вот у него есть подобные релизы, или, например, Бен Ромах, вот что-то такое, плюс просвечивают хересные ноты, далее идут сухофрукты, дерево, специи, ну есть ментол какой-то, наверное, ментол, острота вот этих специй, очень приятная на самом деле, здесь аромат хочется послушать, поразбирать, здесь чувствуется йод, кстати говоря, вот здесь есть какие-то такие темы айлы, даже в чём-то, есть йод, есть какие-то водоросли, давайте со вкусом разбираться, в принципе, неплохо, здесь всё есть, всё есть, и сухофрукты, и херес, вот эти йод, диста, фенольные темы, водоросли, аммиачность есть, но здесь она уже загашена, здесь уже борьба совсем неравная, здесь уже побеждает херес, здесь побеждает дым, и вот эта вот аммиачность, она уже совсем-совсем на втором плане, послевкусие длительное, сухофруктовое, очень сухое, тонинное, чувствуется хорошо, древесина, чувствуются специи, всё это развивается, всё это длится достаточно долго, при этом для нас, я считаю, это очень неплохо, не захотелось разбавлять водой, но давай добавим пару капель на 55% крепости, можно и добавить, вкус стал округлый, аромат потерял интенсивность, пожалуй, воду я зря добавил, кроме округлости, я ничего нового не приобрёл, вкус не улучшился, что можно сказать о виске вообще, вкус ассоциируется с Lafroic PX, а послевкусие ассоциируется с Lafroic PX, а вот портит всю картину аромат, в котором содержится большое количество нод форм-факторов Локи, как раз таки, если этот конгенер входит в основу всех спиртов, жинокурни, то срочно нужно что-то менять, иначе не видать удачи. Давайте к концу уже двигаться, по ценам у нас 46-45 евро средняя цена за Killmary Edition, бурбоновая экспрессия, и в районе 60 евро Хори Крави стоит в Европе, в магазинах Европы. В магазинах России этого виски нет и не завозилось, по крайней мере, пока. Кстати говоря, форма и пробка, особенно пробка, бутылки мне напоминают бутылку текилы Дон Хулион, не знаю, что это за концепция такая, такой профий грибочек. Здесь у нас цельный кусок коры. Ну и, собственно говоря, по выводам, что можно здесь сказать, ну, Влад не собирается копировать какую-либо стилистику Айла, это точно, не собирается копировать какую-то стилистику островов, там, Талискир, Лётчик или ещё кого-то, идёт по своему пути, не копирует опять же, Майленд, но это всё так видно, что это как-то вот, что идея не скопировать кого-нибудь, а сделать по-своему. Особенно это ярко видно на производстве сидра. Здесь есть, опять же, экспериментальная составляющая, очень сильная, она похожа на Брук Ладе. Это хороший ход, в том плане, что здесь явно всё это сулит огромным количеством мелких лимитированных релизов, которые однозначно будут расходиться полностью и бесповоротно по коллекциям. Второй момент, это то, что мне этот виски не понравился, хересник неплох, но в целом всё равно аммиачность и флуки-подобность это не есть гуд. Но, там на винокурне явно там работают мастера, мы все это знаем и наверняка они это понимают и что-то делают. Тем более, это эксперименты с торфом, то есть, явно будет донастраиваться, что-то меняться и наверняка мы увидим что-то более такое вот удобоваримое, так скажем. Ну и третье, естественно, это количество релизов, пока всего их два, таких основных, вот эти вот. Поэтому, о чём тут говорить, мы наверняка увидим ещё и массу других релизов, будет что-то более качественное, более приятное, интересное. Есть там релизы, какие-то небольшие лимитки для клубов или ещё чего-то, но этого, конечно, там всего вряд ли мне удастся попробовать, но судя по тому, что получилось сейчас, это не пока не готовый продукт. Нет, всё-таки вот это вот аммиачное послевкусие, оно до сих пор у меня висит и если двигаться будет винокурни в этом направлении, то я, пожалуй, этому виски не буду уделять внимания. Для чего он создан? Ну, я думаю, что сейчас это исключительно коллекционная история и виски гики, которые готовы покупать любой виски и пробовать его за любые деньги коллекционеры ставить в коллекции. Давайте закругляться потихоньку, если вы хотите поддержать канал, можете сделать донат, донаты можно найти вот здесь в описании, donation alerts, paypal, еще там что-то. Пожалуйста, буду рад вашему донату и в принципе имейте ввиду, что этот донат пойдет на целевые расходования, это будет какая-нибудь бутылка какого-нибудь богом забытого виски, с какой-нибудь богом забытой винокурни и я сделаю какой-нибудь выпуск на эту винокурню с бутылкой этого виски. если вы не хотите делать донат финансово, я совершенно вас понимаю, не у всех есть такая возможность, но вы можете помочь каналу, нажав на лайк, оставив какой-нибудь комментарий, ну и поделиться этим видео в конце концов, тоже можно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал также вот здесь в описании здесь название, там абсолютно все собираю, все, что приходит мне интересного как в голову, так и со стороны, обсуждаем, также есть чат, подписывайтесь на Дзен, заходите в магазин Драмов Спирит, если интересуетесь посудой и качественными дегустациями, ну и не пейте, а если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильной дистиллятой. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok